Что такое год развития аккаунта без донатов в Clash of Clans? При этом играя по фуллу и ни разу не рашить. В конце года в обнове разработчики почти на всех ратушах уменьшили стоимость и время прокачки. Поэтому если вы сейчас начнете такой же аккаунт, то есть вероятность, что через год у вас будет фулл ТХ 12 или же вообще 13. Всем здарова друзья, с вами Тим и это новое видео по игрушечке Clash of Clans, рубрика не доначу спустя год, где я не донатил ни одного гемчика, ни одного пропуска и все что есть на этом аккаунте, скины и так далее, получены на ивентах, либо же куплены за гемы. И сегодня можно сказать подводим итоги спустя год развития по прежним ценам и прокачкам. Так как в декабре в обнове с ТХ 16 разработчики уменьшили стоимость и прокачку на всех ратушах. Соответственно у вас аккаунты сейчас будут развиваться еще быстрее, если вы будете делать все так же как и я. А на этот случай у меня есть плейлист на канале не доначу и там есть почти все ролики, как я развивал этот аккаунт, что я делал, чтобы быстрее развиваться и все в этом духе. Начнем пожалуй с шестого строителя, что без него у вас не получится нифига, так как один строитель за полгода ну очень многое может сотворить. И как раз таки строителя шестого получил достаточно быстро, но после этого ДСКу активно я не стал прокачивать естественно, поэтому у меня вот такой вот результат. Но могу с уверенностью заявлять, что у вас тоже фуловая ДСК через год не будет, потому что ну если учесть, что я на ДС10 на основном своем аккаунте качал с ДС9 фул до ДС10 около 8 месяцев, то сами понимаете сколько с нуля нужно будет вам прокачивать ДСК. По прокачке обсерваторию вот такую вот имею, качал бы активно, было бы 3-6 юнитов точно прокаченных, боевая машина 29 уровня, вертолет будет 26, неплохой результат для не сильно активной прокачки. Сразу же обозначил насчет ДСК, чтобы вернуться обратно на основную и показывать уже все остальное здесь. Давайте начнем с профиля, посмотрим на ачивки, которые выполнены и которые нет. Это все выполнено, ну можно сказать с тренировочными зельями, я очень редко тут играл без тренировочных зелий, ну кто не понял, я час играл и все. То есть я не такой игрок, как вот сейчас например люди делают атаку, выходят и спустя там дня, точнее в течение дня они заходят там и делают 20-30 атак. Я за час могу сделать эти 20 атак и как бы мне этого достаточно, естественно донат тут и все остальное тут максимально ужасное, так как аккаунт твинг и это не основной аккаунт, с ним я почти не доначу. Вот эти вот бы ачивки точно были бы выполнены, если бы я играл тут активно, потому что подкреп, ну как бы 5000 даже не отдано, это же смешно у меня на основе, ну короче там не исчез сколько, также зелечки и все остальное тоже. Поэтому на это не обращайте внимания, это твинг, у вас показатели могут быть другие и соответственно количество гемов на вашем счету тоже может быть вообще другое. Ну и так как большую часть времени я сидел в низкой лиге, в основном тут монолиты, которые вот эти задания сложные, я их не выполнял и так же, так как на DS я не сильно активно играл, плюсом карта гоблинов, короче много факторов, которые я не выполнял на твинке, а вы же это можете все выполнить и соответственно у вас гемов будет намного больше и это факт. Но вот на столице я играл так же активно, поэтому большая часть заданий тут конечно же выполнена. Все скины я покупал за гемы, ни один из пропуска тут не имеется, единственное что легендарный пряничный король получен на ивент. Король голем за гемы 1500, королева джуглей тоже и северный хранитель тоже 1500 гемов, то есть в сумме 4500 я угрохал только на скины. А так же я покупал на ТХ-11 книги для прокачки героев, потому что ну тяжело, елки-палки, сколько всего тут прокачивать надо. И я тут играю уже почти 2 месяца и до сих пор не зафулил, но уже все идет к концу, завершающему это очень радует, так как разработчики уменьшили стоимость и время прокачки. Это все ускорилось и буквально ну за неделю-две наверное, даже за неделю я вкачал пушки, башни лучниц и магов. То есть прокачка реально сейчас настолько быстрая, что скорее всего реально через год развития без доната у вас будет ну фул ТХ-12 я думаю точно. Потому что скорость и время прокачки, хотя это одно и то же, короче уменьшено почти вдвое. А это весомый аргумент, поэтому зафулить ТХ-12 за год я думаю более чем реальным. Но если учесть, что у меня сейчас уже дофигелён миллиардов аккаунтов, плюс еще новая рубрика, плюс основной аккаунт ТХ-16 надо поддерживать, то считаю, что для такой рубрики очень хороший результат. Напишите в комментарии, как вы считаете. Раньше, чтобы зафулить ТХ-11 где-то года, ну пускай ладно лет 5 назад, у вас бы потребовалось наверное года 3-4. Так как время прокачки там было по 10 дней, ну короче очень долго все это было. Да и стоимость забора, ну это же смешная стоимость была, реально миллион. Когда-то мы его прокачивали за 5 миллионов, насколько я помню. То есть как сейчас на ТХ-16 мы качаем забор. Ну хотя не так же, на ТХ-16 сейчас забор, чтобы зафулить там нужно по 9 миллионов, то есть со скидкой 7200. Это вдвое дороже, чем на ТХ-11 раньше. Поэтому сейчас ТХ-16 сложнее качать. Это для тех, кто думает, что на высоких ТХ мы кайфуем, играем легко, как бы нам играть намного проще, чем вам. И качаться тоже проще. На самом деле мы просто уже достигли такого уровня, что мы быстро все максимально это прокачиваем. Так как до этого остальная часть у нас уже была прокачена. Ну а мелкие ратуши так думают, потому что до ТХ-16 им когда китают пешком, из-за этого они так и судят. Но на самом деле год всего, всего год. Моему же основному аккаунту уже 6 лет. То есть понимаете, да разница? Год и 6 лет. То есть сейчас за 2 года можно зафулить, наверное, ТХ-14, даже 15 точно прям. А раньше же, вот сколько лет ты есть, столько я и качаюсь. Как бы новая ратуша появляется и в течение года мы ее прокачиваем. Снаряжение было тоже добавлено как раз таки в декабре 2023 года. И вот такой вот уровень у меня снаряжений. Все, что прокачено у вас на экране. В целом усы зафулины. Ярость почти тоже. Инвиз на королеве тоже. Куклу. Я не буду прокачивать куклу на королеве, потому что открою на ТХ-12 хилку и буду качать ее. Она будет по имбовей. Ярость на хранителе тоже прокачена. Ну а невидимость только сейчас начал качать. Хотя надо было изначально. Но в целом за месяц результат очень хороший. И благодаря этому снаряжению на ТХ-11 я выношу практически всех без особых проблем. В этом ролике я также хотел немножечко показать вам миксы. Потому что в прошлом видео я спросил, интересно ли вам эта тема. К сожалению, активности было не так много. Так как эту рубрику сейчас смотрят почему-то намного меньше, чем раньше. Но, видать, актуальность потеряла, когда ратуша превысила ТХ-10. И дальше просмотры уменьшились. Но мне кажется возобновиться, когда будет ТХ-12+. Потому что сейчас в основном в игре это ТХ-13 и ТХ-12. Там тоже попадаются. Ну короче, среднее что-то. ТХ-13 и ТХ-14. Так что там будут стратегии схожие. И я думаю, там будет актуально. Но все же, сегодняшнее видео было не только связано с прокачкой и развитием и итогами спустя год. А еще и с миксами. Поэтому я сегодня покажу вам миксы, которые я бы сейчас использовал на ТХ-11. И сразу же скажу, я не буду использовать дефолт миксы, которые мы раньше использовали. Ну то есть, вы можете это посмотреть в прошлых видео. Написать там в интернете. Гибрид на ТХ-11. Или же Лавалун на ТХ-9. То есть, это все те же самые миксы, которые можно юзать вплоть с ТХ-10 до ТХ-16. Просто модернизируйте, добавляйте там какое-то количество мест в лагерях. Там, не знаю, шариков больше, на лаву больше. Или же Квинахилл туда добавьте. Короче, смысл миксов сильно не изменится. Это как был гибрид, так и останется. Как был Лавалун, так он и останется Лавалуном до ТХ-16. Ну а сегодня я использую свою авторскую стратегию с молниями. Хотя она никакая не авторская. Ее, наверное, юзают вплоть с ТХ-7. Но будет прикольно. Показать вам, как я ее сейчас использую. А также свой десант, который... Ну, я думаю, что не очень актуален на ТХ-11. Так как места мало. И в КК места мало. И Суперлучниц всех не наберешь. Но он тоже прикольный. Поэтому показать я его точно хочу. Скажу честно, таким составом банок я еще не играл. Но самими электриками, конечно же, играл все это время. И сама задумка заключается в чем. Смотрите. Раз-два. Раз-два. Раз-два-три. И получается, я должен... Ааа, надо было на банку больше. Ну, короче, сейчас покажу, в чем суть. В КК вы берете банку девятого левла. Соответственно, смотрите. Раз. И два. Только вместо четырех фризов у вас будет еще одна банка молний. И вы в итоге будете сносить три ПВОшки. У меня же небольшой казус вышел. Что-то я не просчитал. Но суть задумки поняли. Три ПВОшки мы сшибаем моментально. Поэтому по углам закидываем вот так вот два электрика. Балдежных. Молодежных. Можно вперед закинуть шариков, чтобы проверить ловушечки. Орел у нас, к сожалению, уже активирован. Там целая куча дефа опять фигачит. Закидываем уже вот так вот электриков. Закидываем вот это. Закидываем камнебросатель по верхней области. Хотя можно закинуть и с этим с хранителем. Но как бы пофиг. Я закинул его туда из-за того, что осталась живых ПВОшечка одна. И это, конечно же, гложет немножечко. Давайте прожмем сейчас хранителя. Один фриз, скорее всего, на адскую придется потратить, господа. Или же опять на орла. Давайте на орла, наверное, опять потрачу. Просто сейчас шарики как бы, да, вылупятся. И должны под уроном максимальным с хранителем снести весь центр абсолютно. Ну и плюс чуть потанковать от адской башни. Да, опять, блин, гребаная база. Что-то я не смотрю, знаете, что-то смотрите. Вот реально, они такое ощущение, как будто не готовились. Точнее, готовились ко мне. Они все поставили арбалеты на землю. Но это максимально странно, чтобы вы понимали. В основном в этой лиге у всех арбалеты земля-воздух стоит. А тут как бы вот такое. И, естественно, если бы арбалеты стояли земля-воздух, то они дали бы отпор хороший как раз-таки не моим героям, а драконам. Но тут получается, что даже вот такую красивенькую базу в форме сердечки я с легкостью разлупашил даже с небольшим нюансом на 3 звезды. А если бы одну ПВОшечку снес бы еще, то вообще легкая была бы. Максимально легкая, реально трешечка. Вот, примерно как-то так вам нужно варить 8 молний или грозовых заклинаний. Короче, не знаю, раньше молния была, поэтому пофигу. И сегодня еще вот такой вот составчик я протестирую. Тоже только что создал. Но он будет тоже, кстати говоря, имбовым, я так думаю. Я все это придумаю просто на глазах. Хотя это все юзается уже миллиард лет. И просто нужно набраться опыта каждому миксу. Научиться правильно все скидывать, почищать. И вы будете сносить абсолютно любого. Поэтому я могу придумать микс с шахтерами, с супер шахтерами, с пеками, с кабанами. Да с чем угодно. Составы просто нереально большие. Можно придумать с вышибалами, с ведьмами. Да даже с вальками спокойно можно придумать. Просто игроки не хотят этого делать. И из-за этого говорят, что высоким ратушам играть проще. Накинул всадницы, закинул десант. И на этом трешка все. Да просто нижние ратуши вообще офигели. Не хотят тренироваться, не хотят учить миксы. И играют тупо электриками. Совсем забыл упомянуть, можно сказать, самое главное. В месяц вы можете получать еще где-то 200 медалек точно. Если будете играть ЛВК в какой-нибудь низкой лиге. А это тоже бонус на развитие. И выгоднее всего покупать зелье строителя. Потому что, ну тут те же самые пушки. Вот взять, прокачиваются. Ну, блин, по-моему, деньги 6 часов. Да, сейчас все очень быстро. Поэтому молотки покупать вообще не выгодно. Да и они не такие дорогие. Так что зельки покупать выгоднее. И про что я хотел сказать. На этом аккаунте я за этот год ни разу не играл ЛВК полноценно. Я лишь только брал себя до кучи. Поэтому медалек я почти никаких не получал. Если же вы будете играть. То есть это ваша будет основа. То за год, за 12 месяцев, это нереально буст в прокачке. Соответственно, я как говорю. Это однозначно 100% фулл ТХ-12. А то и ТХ-13 уже. Так что, друзья, мотивацию надо подмять. Заготавливаете микс сетс. Идете в глобал. Тестируете понравился микс сетс. И все. После этого уже разваливаете всех на КВ и ЛВК. Вот такой вот состав у меня получился. Блин, давненько такой я не юзал. Но нашел базу подходящую. Кстати, под такой микс очень много секций. Хотя, кто-то наверняка напал бы здесь драконами. Но я хочу развалить его своим составом. Так что, вот так вот. Смотрите, красивенько сделали. После этого закидываем сюда королевушку. Закидываем вот так вот хилочек дракончиком. Ну, давайте здесь разрежем как-нибудь заходку. Я постараюсь, конечно, запихнуть ее в забор. Маловероятно, что получится. Но попытка не пытка, да? Как говорится. Так, вот так, смотрите. Оп-оп-оп. Закидываем бабакова. Чего они там все погибли? Я что-то не понял. Вообще офигенно. Ну, короче, атака получилась... Ай, хорош! Просто последний бомбер самый решающий. Самый топовый. Короче, запускаю я ее вот сюда. После этого накидываем потихонечку туалет вот сюда. Рейдж нам тут вообще не нужен будет. Пеку рановато чуть выпустил, конечно. Пока до орла сейчас доберется королева. Это полгода пройдет. Но самую основную роль как раз таки выполняет королева. Забирает орла. Потом нам станет проще. Можно, кстати, даже рейдж потратить. Знаете, вообще пофиг реально. Вот в данном случае можно. После этого, что я сделаю? Ну, заходочка такая, знаете, получается мощная. Я бы сказал. Ладно, поехали. Сюда вот, вот сюда, вот сюда. С КК у нас скоро уже войска побегут. Кстати говоря, тут есть небольшой минус. Вот так вот делаем, смотрите. Потом колдунчиков закидываем на КК. Хотя какой минус, слушайте? Это больше плюс, чем минус. Поэтому нормальная полноценная атака показывается вам. Вполне хорошая, вполне отличная. Яд вот такой вот, чуть неправильный. Колдуна не зря я ставил. Вот так вот, смотрите, юзаем. Блин, бомберов не осталось. Вот это минус гигантский. Кабаны раньше времени выбежали. Но да пофиг, господа, уважаемые подписчики. Так, забрали мы с вами эту дичь под названием Дракон. Дракон, не вовремя, конечно, он вылетел. Я что-то рассчитывал, что в глобале никто не будет играть с ХК. Но тут как бы все получилось иначе. Ну и ладно, ну и фиг с ним. Так, ладно. Закидываем вот сюда вот шариков, чтобы застанеть, если что, адскую. После этого накидываем хил вот сюда. Так как на хранителе у нас ярость. И, кстати, она до сих пор работает, потому что он живой. Эх, адская все-таки загорелась. Ну, придется поражать королевку. Придется, придется, бамс, прожимаем. Шикарно, шикарно. Блин, честно, переживал за атаку, то, что что-то не получится, что-то пойдет не так. Получилось так и получилось, да. То, что все пошло не так. Но, блин, это офигенно. Когда вот ты прям в бою продумываешь, что куда, зачем закинуть. Это классно. Это реально круто. И вышибал и по сей день имба. Вот вам полноценная, можно сказать, КВ атака. У чела было КК. И у меня было КК. И в итоге, какой запас? Хран живой. Кинг живой. Войска живые. Королева хилл живой. И это красивая, офигенная трешечка, господа. Короче говоря, я не знаю, кто там что говорит, что тяжело на низких ТХ играть. Плохому танцору мешают вечно прокачивающиеся герои. А все остальное это отговорки. И трешечки лупить можно, будь здоров и с легкостью. Короче говоря, друзья, сегодня у меня вот такая вот прокачка. Точнее, на сегодняшний день. Сейчас я фармлю на пушечки, ставлю их на прокачку. Также каждый день очень много ресурсов уходит. Но, тем не менее, в этом месяце я уже точно буду фул. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok